В свои 27 молодой и здоровый парень из Винницы добровольно решил себя искалечить. Он надумал продать часть своего тела и уже разместил об этом объявление в интернете. А тут такая почка, я могу из одной езжать. Но самое удивительное, что решение Артёма продать почку поддерживает его девушка. Вместе они составили объявление и теперь торгуются с чёрными трансплантологами. За сколько отдать почку? Уже в ближайшие дни парень может оказаться на хирургическом столе. И он готов к этому. Единственное, что сдерживает Артёма, это страх. Оказаться и без почки, и без денег. Сегодня мы услышим торговцев органами. И, возможно, это поможет не только спасти парня, но также мы и раскроем чёрные схемы трансплантологии в Украине. Об этом говорит Украина здесь, на телеканале Украина. Тема нашей сегодняшней программы «Если любишь, отдай почку». Здравствуйте, я Алексей Суханов. Мы очень удивились, услышав просьбу Артёма, потому что продажа органов в Украине запрещена. Но узнав причину, из-за которой Артём готов себя искалечить, мы всё-таки решили разобраться, чтобы понять, как можно Артёму помочь. Он сегодня у нас в студии. Давайте его поприветствуем. Артёма. Итак, как вы узнали, кто-то можно продать почку и на этом хорошо заработать? С интернета. Значит, вы зашли в интернет, посмотрели. Подивилися сразу объявления, кто сколько предлагает. Начали насчёт этим задумываться. А вы знали о том, что вообще-то это запрещено в Украине? Знаете, как человеку любишь, то можно и через наши законы переступиться. То есть вы готовы пойти на риск из-за любви? Внимание на экран. Артём вырос в Миколаеве. У него велика родина, батьки и три сестры. Та життя вдома было нестерпным. Батько любитель випити гарненько, не робити не хотів ничего, то постоянно мамка и я это делали. То он часто до неї руки простягал. Чотири роки тому Артем вирішив, что хочет створить власную семью. И зареєструвался на сайті знайомств. Хлопцевой приглянулася девчина из Вінницької області – Ирина. Одразу написал ей поведомление. Начали общаться с нею, ну так переписываться сразу, потом начали созванюваться. Артем вперше в житті закохався. И это попри те, что бачил Ирину лише на фото. Та через два месяца после знакомства девчина зізналася, что не такая, как все. А что значит не такая, как все? В ней скариоз. В ней дуже сильне искривлення позвоночника. Вона не може вес набрати. В ней вес 27 кг, если я не ошибаюсь. А рост какой? Метр тридцать пять. В девятнадцять лет? Да, девятнадцять годів именно. А она може сама передвигаться? Ну як може, но вона зі мною не ходить так часто. В основному все время дома. Вы ведь ее увидели позднее. Да, ми познакомились в інтернеті, це десь чотири роки назад. Переписывались? Переписывались. А потім решили встретиться. Это была ваша идея, или все-таки она предложила встретиться? Нет, це моя была идея. А ви к тому моменту знали об ее діагнозі? Ну як сказати, вона мені сразу нічого не казала, знаєте. Потім уже десь місяця через два начала мені казати, я не така, як всі. Мене сколіоз, я кажу, я знаю, що це таке. На що я тобі така нада? Кажу, мені це все ровно, знаєте. Тобто, вона все-таки всіми силами, всіми способами пыталась цю вашу встречу відсрочити? Так, так, так. Але ви настояли на цій встречі? Приїхали. Знаєте мені якось. Я на її ті недостатки навіть не обращаю увагу. Якій була ця встреча? Можете описати? Ой, це я добре пам'ятаю. Я приїхав десь три часа ночі. Ну, вона так в халатіку, в такому сіренькому, чісь не носив вже його. Ну, зустрітились так, ну, знаєте, як спати цілу дорогу. Зразу так сильно не спілкувалися. Уже на следующий день начині. Спати легли? Да, да, да. А ви у неї остановились? Да, да. Так, і вот на следующий день, проснувшись утром? Ну так, подори кольцо купе. Уже? Ну, ви так, знаєте, вже подготовлені приїхали. Да, да, да. Подори кольцо, так пообщались, пришли по гору. Що сказали, коли кольцо дарили? Ой, що сказати? Да. Растерявся зразу трошки. Ну, тем не мене, коли надевали кольцо. Перед цей не все помню. А як вона кольцо прийняла? Як отреагувала? Засмущалася. Но взяла? Взяла, да, взяла. А як ваша мама восприняла? Ой. Проти була постійно. Казала, що світ клином зійшовся, отговаривала. Вірите, навіть до скандалів доходило. То есть Іра їй не понравилась? Да. В первое время я їй сказала, будеш вмешуватися, перестанемо общаться. І все. Скажіть, пожалуйста, а що конкретно мамі не нравилось в Іре? Що вона больна? У мене і сестра була проти, але знаєте, я привык 16 років в шоу. Я собі сам, сам собі режіссер. Така позиція настойчива мужчина, да. Це, звісно, необхідно отметити. Скажіть, пожалуйста, Артем, а болезнє Іра настільки явно, настільки заметно, що якраз мама і була проти. Так, видно, дуже сильно. Звісно, що відбувається на екрані. Звісно, в час прямого ефіра і його відбувається вся країна. Скажіть, ви прийняли це рішення продати почку ради любви? Ірі необхідна якась операція? Так. Врачом був з одним сидів Балака, він сказав, каже, що може бути просто літальний сход. В неї легкі серці можуть лжати і все. Я просто, як ми спимо, я чую, як вона дихає. Буває таке, що от вона задихається. В неї часті спина болить. На спині вона може полежати так коло мене, якось так ляже на мене. Пристроїться. А сама, може, минут п'ять. Спить вона постійно на животі. І навіть на боку їй тяжело спати? На боку вона взагалі не спить. Ви за нею ухаживаєте? Так. Як це відбувається? Якщо я готовлю, то я сам. Я їй сразу сказав, що якщо я готовлю, то я сам. Ви такий людина, який сразу определяє правила игры. Якщо я сказав, що все, це к виконанню, це навіть без обсуждення. Ну, це мужські правила. Так, це дуже добре. Ну, що я знаю і візьму? Що вона мені поможе там? Ну, звісно, там пару картушин чистить. Та таке, ну, все остальне роблю я сам. А на що-то сама може робити, подумав, по хозяйству? Може, так. Не хочеться сильно напрягати її спину. Вона так поробляє, потім лежить, постійно спина болить. Безсонні ночі, таблетки, обізболюючі. Так, виходить, що весь дом, хозяйство, лежить практично на вас. А тепер ви ще й готові і почку продати. Люди з одного і живуть. Думаю, і я з одного поживу. Ви помните текст того об'явлений, который ви розмістили в інтернеті? Ну, ми писали, вам потрібна почка. Нам почали відписувати «да». Ми дуже багато об'яв создали. Я не знаю, може два, може три десятка. На різних сайтах, на різні там клініки. Були предложення от реальних покупачів? У мене і зараз є реальний покупач. Він мені сказав, що робиш загранпаспорт, приїжджаєш в Бориспіль, в аеропорт, приїжджають до тебе люди з переводчиком, а там далі вже будете договоритися самі. І як ви далеко зайшли в переговорах з цим товаришем? Ну, вірите, щоб не передача, то я вже зробив собі на гранпаспорт, просто я його не встил вчора забрати. Ну, скажу вам так, якщо навіть ніхто нічим їй не допоможе, я все одно стою на своєму. І все. Таки продати все-таки? Я все одно продам і вилечу, хай би як мені це. Мої колеги, журналисты, попытались пройти тот путь, в котором обычно идут люди, решившие продати свою почку, к примеру. І начали ми, так же, як і Артем, розмістили об'явлення в інтернете. І вже через час наш телефон розрывался буквально от звонков. Що предложили нам, і що торговец органами скажет сьогодні в цій студії лично Артем. Я його все одно не відмовлюю. Я й говорю, пусть вырезає. Все время звучит я, і кроме себя ви никого не видите. Але любити – це не значить отключати мозг. Ми всі ці годи її медленно убивали. А за що? Було імера. Іра. Я не ходю. Ну, правильно делайте, ви конкретний мужчина. Да че, правильно-то, Аня. Я советую. А ви не боїтесь, що вона може вас просто використовувати? Артем, почему ви решили продати именно почку, а не какой-то другой орган? Як сказати? Че, почку? У мене батько з однією живе. По якій причині він живе з однією почкою? Що с нут? Тобто теж треба розуміти? Це в нього ще в армії було вирізали. По поводу? Щось загноєння пішло. А, тобто там необхідно це було зроблення. Тобто, теж питання. Так, ну, ви узнавали о послідствіях. Ви решили, що якщо почки две, то одну можна продати. Можна продати, да. Попри заборону, в Україні купити чи продати орган можна за допомогою інтернету. Тут усі пропозиції ринку трансплантології. Достатньо лише ввести у пошуковець потрібні слова. Найбільший попит та пропозиція на нирки. Середня ціна – 50 тисяч євро. Наступній за популярністю – частина печінки та кістковий мозок. Ціна в середньому така ж – 50 тисяч євро. Найдорожче на чорному ринку – серце. Орган може продати людина, яка готова попрощатися з життям. І таких немало. Ціна – близько 120 тисяч євро. Впечатляє прес-курант? Дуже серйозно, да. А в яких країнах обычно чорні трансплантологи іщуть покупателей, Оксана? Є у вас така інформація? Ну, во-первых, Ізраїль, Турція, т.е. Болгарія. Страны більше восточні. А почему именно там? Ну, во-первых, скорее всего, що нарушення законодатіства іменно в восточних країнах, оно просто, особливо торговля людьми і торговля органами, оно просто превішає всі уровні всевозможних країн. Це раз. А во-вторых, безвізовий режим, куда легше всего добратися і доставити ці органи, доставити людей. А вот в Украине этот рынок тоже развит? Да. Как легше всего заработать деньги, да? Отрезал часть органа или продал орган, который дублируется в организме человека. Вот легкая добыча денег. Но ведь это легкая добыча денег, во-первых, уродует самого человека. Конечно. Потому что последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. И все-таки это ведь нарушение закона. Я вам скажу, что, по большому счету, донор, который отдает свой орган, да, он, скорее всего, тут жертва получается. А люди, которые у него покупают и торгуют в дальнейшем все место с врачами, вот это уже люди, приступающие закону. Но я не услышала от Артема Основного. Неужели другого способа заработка у вас нет? Другого способа нет. Такую сумму поднять. Верите, даже... Какую такую? Вы о какой сумме сейчас говорите? Дело в том, что у нас в козятине женщина. Она делала операцию, она заплатила 80 тысяч гривен. Это только операция. Это три года назад. Но вы говорите о другой операции, а конкретно об операции вашей девушки. Вы сами знаете, какая это должна быть операция и сколько стоит эта операция? Ой, мы так нигде не узнавали. Подождите, но если вы говорите... Как вообще? Стоп, стоп, стоп. Значит, вы ничего пока не прояснили. Но прояснили ли вы хотя бы то, какими могут быть последствия для вас после удаления почки? Я ее люблю, и мне все равно, какие будут у меня последствия. Слушайте, но я понимаю, что вы любите, но последствия для вас могут быть самыми трагичными. Вы можете умереть, вы понимаете это? Понимаю. И? И я все равно готовый риск. А я считаю, я считаю, что вы молодец, большой молодец и ради любви пошли на это. Понимаете? И дай Бог, чтобы каждый мужчина таким был. Просто я вам, просто от вас в восторге. И женщина создана. Дай Бог, чтобы мужики богатыми были и с точками, да. Помочь Артему и его девушке Ирине одного только этого недостаточно. Потому что сегодня мы хотим обезопасить всех тех, кто решил продать один из своих органов. Именно поэтому мы решили проверить, чем это все может закончиться для каждого конкретного человека. Наш журналист попробовал продать почку. И вот что из этого получилось. Внимание на экран. Журналіст ток-шоу «Говорить Україна» Відповідає на оголошення покупців нирки. Також залишає в мережі своє. Про готовність продати орган. Уже через годину зателефонували. На зв'язку посередник, який може організувати операцію. Я прошу клиента, чтобы он прошел в узи брюшной полости. Я его посмотрела. Я вам сказала, что все хорошо. Да. Вы мне говорите, все-таки с каким органом мы будем работать. И не что-то максимум двое. Мы подозреваем вам реципиента. Журналіст проходить необходимое обстеження и надсилає результаты посередникові. Для того, чтобы попасть на крючок трансплантолога, моєму коллегі хватило написати два, или там три, что ли, электронних письма. Смотрите, как все легко оказывается. Но это, в принципе, незаконно. Но ведь эти люди, которые выходят на контакт и вышли на контакт с моей коллегой, они, видимо, совершенно не боятся какого-то уголовного указу. Конечно, но у телефонного разговора понятно, что не банальный простой человек звонит. Скорей всего, это человек с медицинским образованием. Потому что термины, которые употребляются, они четко прописываются и в законе, и употребляются медиками. Рецепент – это как раз потребитель, получается, да? Да. Которому пересаживают орган. Поэтому не исключено, что сидят конкретные люди, которые непосредственно связаны с медициной. Сегодня мы попытаемся здесь раскрыть полную схему черной трансплантологии в Украине. И, конечно, прежде всего, попытаемся отговорить Артема от этого необдуманного шага. Просто ошибки, которые потом не исправить. Потому что Артем совершенно не представляет, чем для него может закончиться вся эта история. Артем, ваша девушка тоже писала это объявление. Вы ведь сообща, насколько я знаю, писали. Да. А она не отговаривала вас? Сразу отговаривала, но побачила, что с этого ничего не получится. А вы не боитесь, что она может вас просто использовать? Нет? Ну, тогда самое время пригласить сюда Ирину. Ту самую девушку, ради которой Артем и хочет пожертвовать своей почкой. Ира, будьте добры. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас вот с Артемом рядом. Ира, Артем сказал, что вы не очень отговаривали его от идеи вырезать себе почку. Ну, я его отговорила, но толку с этого не вышло. Долго отговаривали? Ну, как долго. До покупателя. А как покупатель появился, сразу перестали отговаривать? Ну, в общем-то против, но... Но? Ну, он на своем, как настроился, то я уже... Ну, хотя бы вы осознаете последствия? Да. А что вы думаете, как это может, чем это может закончиться? Ну, много шахраев есть, он может не вернуться. Получается, что вы как бы осознаете последствия, но понимаете, что ничего сделать не можете, поэтому пусть вырезает, так? Как вам сказать? Ну, так и сказать, как есть. Ну, я его все равно не отговорил. Я ей говорю, пусть вырезает, да? Ну, так. Внимание на экран. Ирина народилась обычной дитиной. Когда ей было три года, лекарь пометили проблему с хребтом. Уроджений сколиоз. И с каждым годом недуга ставала все очевиднейшою. Теперь на спине Ирины великий горб. А выкриленный хребет деформует ее внутренние органы. Ирина может спать лишь на животе. Постейный блюд у спины и задышка стали звичными для девушки. Через это она целыми днями сидит дома. На дій ходить там не могу. Важко. Той самый посуд там нахиленый. Стоять, мититься. Ну, тоже таке самое обычное все. Через хворобу Иринин Ріст зупинився на познатці метр тридцять. Вона у своїй девятнадцять схожа на підлітка. Та попри це дівчина дбає про свій зовнішній вигляд. Часто чепуриться і підбирає гардероб, щоб приховати недугу. Артем Іринине перше кохання. Вона мріє створити з ним сім'ю. Але коли замислюється про дітей, на очі навертаються сльози. Ну, плану нема, звичайно, але можливісті немає. Утім, одного дня Ірина побачила по телевізору те, що дало їй надію. Іра, что вы увидели по телевізору? Ну, я побачила програму, по якій робили сколиоз теж у дівчини. Якби скривлення. Угу. Ну, і так в мене появилась надія з чого. Тот сюжет вас впечатлил, і тоді ви подумали о тому, що у вас є надіжда все-таки справити. Як? Сделайте ту операцию, ради которой, собственно, Артем і собирається продавати свою почку. Так. Через несколько минут в эту студию выйдут родственники Іры. І подключаться к нашому разговору. Знають ли они о решении Артема і как вони к этому решению относятся? Послушайте, а вы узнавали у врачей, операция допустима? У вас никаких противопоказаний или осложнений? Я не дізнавалася так. Ви не ходили к врачам, не говорили об этом? Ні. Получається, що Артем уже хоч завтра поїдет вирізати почку. А ви ще навіть никакого обслідовування не прошли по поводу возможності вообще этой операции. Правильно я понимаю? Так. А как же так? Ви вообще проходили обслідовування где-то? Ну, коли я ще проходила обслідовання, коли на групу ставала. У вас дома в Казятине? В Казятине. В Казятине, верно? А где вы увидели в передаче, что проходит это лечение? Где это? В Украине? В Украине? Да, в Украине робили девочки операцию. Мы не помним, як та клиника звалася. Так а чого вы не нашли ту клинику? Не обратились в ту клинику? Послушайте, на самом деле, я бы на вашем месте выбрал максимальную информацию. У Ирины врождённый склёз. На её теле выросли горбы. Из-за этого у девушки постоянные боли и ей трудно дышать. Но действительно ли Ирину может спасти только операция? Мы впервые за долгие-долгие годы повезли нашу гостью на медицинское обследование. И сделали это так же с Артёмом. Тоже медицински обследовали. Потому что очень было важно понять, допустима ли для него эта операция. Противозаконная, кстати. И чья жизнь на самом деле сейчас находится под угрозой. Вы получаете эти деньги и вы не помните ту дату, которая вас начала кормить? Как вы до нее руки тягнули? Чего? Бьёте дочь свою? Кто вы за матенькой? Это вы её довели до такого состояния. Вас так же, как тушу говяжью, на рынке разрежут. На туалетному папере пишу прощального листа. Нехай думают, что я злякался. А сколько у вас долг по кредиту? Уважаемые эксперты, смотрите, значит, вы уже сказали, что это, в принципе, незаконно, что бывают смертельные исходы, но, тем не менее, органы ведь покупают это и люди продолжают продавать свои органы. Ну, я вам скажу, что закон предусматривает, что эта пересадка органа может быть сделана только в случае, если невозможно другое лечение и если не пересадка этого органа повлечёт за собой смерть. Татьяна, действительно эти операции приносят какие-то ожидаемые результаты? Ну, конечно же, операции имеют показания и противопоказания. Но в данной ситуации, не зная о состоянии его здоровья, изникает масса вопросов, не будет ли данная операция опасна и угрожаема для жизни, то есть впоследствии он может стать инвалидом. Прошу вас. Я хочу сказать, что физиогномика, конечно, Артёма говорит о том, что это человек, который принимает решение и практически никогда с него не уходит, что это человек эмоциональный. Это говорит его носик и челюсть, и губки тоненькие, большой ротик, говорит о том, что вы быстро принимаете решение, часто, а потом только думаете о том, какое решение вы приняли. Правильно? Ну, одно дело стукнуть кулаком по столу и сказать, обед буду готовить я, а другое дело стукнуть кулаком по столу и сказать, что завтра вырезаю почку и при этом совершенно даже не провести никакого исследования, обследования. И вот почему. Потому что Артём из многодетной семьи. В многодетной семье полюбить, позаботиться о младших, ближних – это очень сильно развит. Это тоже влияет очень большое. Послушайте, ну это здорово. Послушайте, любить – это круто. Но любить – это не значит отключать мозг. Я, как психолог, хотела бы также обратить внимание, что в отношениях есть еще и другая людина, которая должна для себя принять решение. Готова она лягать на эту операцию, брать эти деньги. Потому что она за вас переживает не меньше, она переживает и за ваша жизнь в том числе. Поэтому тут нужно смотреть, что вы делаете на самом деле, для чего вам деньги, что такого вы для себя решите. Потому что выглядит так, что вы решите что-то для себя. Именно вы себя. Потому что все время звучит «я». Так. Все время звучит «я» и кроме себя вы никого не видите. Вы маскируетесь за данной девушкой. И как будто бы вы делаете для нее, но себя приносите в жертву. Да, героический поступок жертвы. Героический поступок. Вы конкретный мужчина. Да что правильно-то, Аня. Я советую. Подожди, может я скажу. Подожди, дайте мне стаскать. Я тебе почку что ли? Ну то хоть за 15-ть роки вечимость кто-то помихать хоть раз. Послушайте меня. Нет ни одного лишнего органа. Каждый орган несет свою функцию. Врачин она и вообще вот такой чуть ли не плюют. Да вы не были в больнице. Вы нигде можете говорить негативно о докторах, если вы не были в лечебном учреждении. Вы не были в больнице. Мы уже это поняли. Значит, вы мне тут сказали, что если бы не программа, то паспорт у вас уже заграничный есть. Вчера не успели его просто получить. И возможно сегодня вы уже были бы в Борисполе и уже летели бы там куда-то туда за границу вырезать свою почку. Но при этом, Артем, при этом вы не удосужились. Вот Ира же даже обследование никакого не прошла. А вообще нужна ли эта операция? Сколько денег вообще для этого нужно? Речь-то идет ведь о вашей почке. Вы понимаете? Ну как же так можно? Я понимаю, что вы очень любите и что вы мужик настоящий. И решили и сделали. И даже готовы жизнь свою отдать ради спасения любимой. Но а вдруг получится так, что вот вы почку вырезали, деньги, слава богу, перечислили, не обманули. А приезжаете, а почти говорят, да никакой операции не надо. Или невозможно операцию сделать. И чего? Нет, просто здесь нужно обследование сделать для начала. И если уже ничего вам не поможет, тогда на крайняк почку продать. Ну что значит на крайняк почку продать? Что ждет человека, который поверил черным трансплантологам и решился все-таки на операцию? И что Артему скажет сегодня торговец органами? Какое предложение он ему приготовил? Артем, вы мужчина. Я вас очень уважаю, потому что вы совершаете мужские поступки. Но мужчина отличается от женщины здравым смыслом и реальностью событий. Вы, пожалуйста, разложите все по полочкам. У вас завтра есть деньги. Вы приехали больной, инвалид с деньгами. Что вы дальше делаете с этими деньгами? Верите, не в деньгах счастья. Так зачем тогда? Вообще что? Мне вот этих денег, я сказал, мне этих грошей не надо. Нет, ну вы для чего это делаете? Заради своей жинки. Что дальше? Операцию будем ей работать. Где? Где вы будете делать операцию? Какую операцию? Сколько она стоит? А именно вы собираетесь ей делать? Ну, вы специалисты. Понимаете, а кто нас будет обследовать бесплатно? Секундочку, есть обследования, есть институты государственные, в которых у нас медицинское лечение бесплатно. Я перепрошу, потому что эмоции, конечно, есть, потому что это вопрос жизни и смерти. Но то, что говорят коллеги, что вы не предпускаете ни одного другого решения и выбору не даете. Вы сделали какой-то выбор, но про наследки вы не подумали. Адже, настоящий человек – это тот, кто может размирковывать про то, как я буду жить дальше с этой женщиной. Что я буду делать? Чи залишусь я живой? Чи смогу я обеспечить семью? Это моя справженная любовь? Любовь я в стусу. И тогда вопрос, это мужской такой поступок или подростковый вот такой я сделаю этот героический поступок? Ну, 20, если бы касалось, не дай бог, моей семьи, я бы отдала тоже не только почку. Поэтому, слава богу, здесь такие люди и могут жертвовать собой ради любимых людей, ради близких людей. Я считаю, что это нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот у нас сейчас здесь врач-уролог. Михаил, скажите, вот природа дала человеку две почки. Если человек вырезает одну почку? Это иллюзия о том, что почки полностью друг друга дублируют. На самом деле, потеря одного из органов вызывает серьезную нагрузку на орган. Риск очень серьезен, огромен. И потом, зачастую, эта ситуация заканчивалась трагически. Есть вообще парадоксальные случаи, известные. Например, в Китае парень, школьник продал свою почку, купил на эти деньги айпад и айфон, о которых он мечтал. И сейчас он тяжело болеет, у него почечная недостаточность. Об этом все должны знать и понимать. Вот я хотел бы к вам, уважаемые наши зрители, обратиться. А как полагаете вы, действительно у Артема это ответственный, взвешенный такой шаг жертвовать собой ради любимой? Или это, очевидно, глупость с его стороны? Нужно ли все-таки жертвовать так собой, тем более совершенно не выяснив все обстоятельства, необходимости, возможности операции для Иры? Что бы вы вообще сейчас сказали Артему? Напишите об этом прямо сейчас в Твиттере, на наших страничках в социальных сетях и на нашем сайте. Его адрес на вашем экране. Спасибо огромное. Объявив о своем желании продать свою почку, Артем получил поддержку не только по сути своей любимой, но и поддержку родителей Иры. Мы очень долго думали, стоит ли их приглашать в студию, потому что то, как они повели себя перед записью, этого мы совершенно предположить даже не могли. Но все-таки этих людей нужно выслушать, потому что хотелось бы узнать их точку зрения, потому что речь идет и о спасении их дочери. Встречайте, пожалуйста, Надежда Юрий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер в студии. Прошу вас. Садитесь. Спасибо большое. Можно, да? Ну, конечно. Спасибо. Слава Богу, что я хоть вас на вид. Да, смотрите. Давайте, присаживайтесь. Спасибо. Присядем. Мне очень приятно с вами познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, Надежда, вы ведь поддержали Артема в его решении продать почку? АПЛОДИСМЕНТЫ Если честно, не дуже. Мне стремно. Как это? Такие же охранники есть. Потому что обманывают. То есть вы его не поддержали только потому, что мошенники есть? Мошенники, само собой. Ну, а так поддержала, потому что он мою дитину хочет спасать. То есть вы готовы пожертвовать органам Артема? Я себе и почку готова пожертвовать. Может, две продадим почки тогда? Давайте обратим внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ 22 роки спільного життя. Коли Юрій брав надію за дружину, в жінки вже була донька. Згодом у них народилося ще дві дочки. Ірина – наймолодша. Проте з найтвердішим характером, не зважаючи на свою недугу. На физкультуре тяжело дыхать. Я так бегала, старалась все равно бегала. Активно. Така, как и все. Ира никогда не скаржилася батькам. Усі проблеми тримала в собі. Юрій і Надія вже близько десяти років не працюють. Зрідка мають підробітки. І якби не пенсія їхньої хворої доньки, вони б взагалі не мали за що жити. Нам звісно, що всі ці роки ви живете на пособі. На пособі вашої дочки, це так? Так. А скільки з'являє пособі Іри? Ну за пенсії скільки? 1074. 1074 гривні в місяць. І на ці 1074 ви живете втроєм? Перебуваємось. Скажіть, а на що ви тратите ці деньги? Картошка, олі, таке все. У вас совість вообще є, як ви считаєте? Бога не боїтесь, нет? Другий питання. Скажіть, а чому ви це пособі не направили на лічення дочери? І як вообще ви лечили свою дочь з самого проявлення її болезни? Скажіть, будь ласка. Дайте можливість відповідати. Дайте можливість відповідати. А що я мала її лічити? Як я отримала, взагалі нічого не отримую. Тільки дитячі гроші. Що мешається знайти роботу в течіні цих 10 років? То немає, то теє, то сей. А, наприклад, що значить то сє, то пятое, то десятое? Що це значить? Ким ви раніше працювали? Контролєр. Яким контролєром? ОТК. Вінниці. Юрий, а ви, у вас якесь образування? Повод. А почему ви не працюєте? В таких роках вже не працюють. Скільки вже не працюєте? Лет сім. Сім років? А скільки вам зараз? Пятьдесят три. Навіть, наприклад, в охрану не працюють вже після десяти. Кто це вам таке сказав? А грузчикам. Кто це вам таке сказав? Я, я, я. Тобто в течіні цих семі-десяти років ви упрямо не можете знайти роботу? Не можу зробити. І тому ви живете на пособі своєї дочки? І вместо того, щоб її лечити, ви просто живете на ці деньги? Так. Скажіть, а коли ви показували свою дочку врачам? Коли було три роки її? А їй щас 19? Не, ну не зараз я їй показувала. Тобто, подожди-ка, ви показували врачам в три годика? Нет. Ну раніше ж тоже було обслідовання. Нет, минуту. Мене інтересує вопрос. Коли в останній раз ви водили свою дочку і показували врачам? Коли? Тобто, подожди, на кого дали? Щас, она відповіла. Я ж не пам'ятаю. Я ж не пам'ятаю. Ви получаєте ці деньги? І ви не пам'ятаєте ту дату, яка вас почала кормити? Ви чому що? Ви не пам'яті? Що ви за мать? Я не пам'ятаю, коли ви всю життя своєго... Так це ви її довели до такого состояния? Ви її іскалечили, вона? Якщо ви бува обратились на ранніх стадіях, так, може, з нею такого б і не було. А вы получили просто группу инвалидности, не сделав ничего для того, чтобы... Нет, я понимаю, что, знаете, конечно, найти работу, особенно сейчас, довольно трудно, да. Но я не представляю, как нельзя найти работу в течение 7-10 лет. За этот огромный промежуток времени можно было найти, ну, хоть какую-то работу. Ну, хоть какую-то работу. Но это ладно. Но вы не показывали свою дочку врачам. Более того, вы даже не помните, когда она в последний раз была у врачей. Надежда, ну вы же ведь мать. Ну я не помню, в каком году, но что-то я могу помнить это все. Так подождите, уже в этом году нужно было показать врачам, в прошлом году нужно было показывать врачам. Это же, подождите, ваш зять уверяет, что он готов умереть, отдать свою почку, а вы, родная мать, не знаете, когда вы показывали врачам свою дочь. Ну это нормально? Вы все эти годы ее медленно убивали. И все. Один человек хочет отдать жизнь, а вы ее просто убивали. Ира, Ирочка, скажите, пожалуйста, когда... Знаете что, заберите мою бочку. Ира, вспомните, пожалуйста, когда вы в последний раз были у врачей? Я не помню. Это было в том году, когда... Ну я проходила... Медкомиссию. Это сколько лет вам было, когда вы комиссируете? Ну в 15-м году. Ну это я на взрослую группу переходила. Ну в это время уже с вами Артем был? Да. Ну да. То есть до появления Артема в вашей жизни вас вообще врачам не показывали? То есть если бы не Артем ваш ангел-хранитель, буквально подарок судьбы в прямом и в переносном смысле, то вы бы вообще там сидели бы и даже сегодня в студии вас бы не было. Да. Родители Иры живут на пособии дочери по инвалидности. Живут уже последние 7-10 лет. Но при этом родители вспомнить не могут, когда последний раз показывали свою дочку врачам. Но что скажут итоги медицинского обследования, на которое мы повезли нашу сегодняшнюю героиню Иру? Нужна ли ей эта операция? И стоит ли Артему вырезать себе почку? Ради всего этого. Он умирал на моих глазах. Задыхался. А забрать по органам ему можно? Ну да. Вот же я под поезд пиду прямо со студии. Решей не краснили. Сколько вы выпили? Видите, с кем она останется, а? Ну ничего, со студии уйти. Вы не достоёшь. А куда ушёл Артём? Ира, что происходит? Ира, сейчас только пособие кормит вашу семью? Ну, Артём подрубляешь. Ну, это редко, редко мне звонят на халтуры ездить. Ну, сколько в месяц у вас выходит? Ну, выходит за три недели, когда пять, когда шесть. Тысяч? Да. Ну, это вполне хорошие деньги вообще. Ну, это когда как. Вы этими деньгами с родителями делитесь? Нет, мы с женой, мы с собой ничего не купляем. Мы всё на еду, на платёжки. Для себя мы не всё. А родители только на эту тысячу живут, на Ирину? Нет. Мы деньгами вдвоём распоряжаемся. Ир, вы пришли в эту студию не с пустыми руками. Вы появились здесь с телефоном. Да. Вы можете его расстегнуть, чтобы показать нашим зрителям? Имея такие проблемы с финансами, вы, однако, позволили себе смартфон? Смартфон. Да, да, да. Смартфон? Да, да. Сколько он стоит? Ну, выходит, у нас полностью с процентами три, там, три и трошки. Я в кредит его брал. Я в кредит взял. А, вы взяли кредит? Да, это мы для ней. У меня телефон вообще такой доподобный, что... Послушайте, Артём, а что вы, кстати, ещё в кредит купили? В кредит? Да. Только телефон. Только телефон. А сколько у вас долг по кредиту? У меня долг 10 тысяч за кредит. Так, а ещё? И, выходит, плюс телефон 13,5. 13,5 тысяч гривен. Значит, получается весьма нелогично. Вы берёте кредиты на какие-то новомодные штучки, но при этом... Это у нас один телефон. Мы себе ничего не можем позволить. Но кредит 13,5 тысяч. 10 тысяч на что вы взяли? Все деньги у нас уходят за газ, за свет. Еда. У вас просто потребительский кредит? Просто-напросто так я заработал, мы на кредиты поклали. И вот так вот. А почему кредитные деньги нельзя было взять на обследование? Ой, а за что? А чем будем питаться? У нас тут даже был газ, свет отключенный. За это всё надо было платить. Просто-напросто. Подождите, а там были какие-то долги? Да, да. Значит, вы не платили вовремя? Накопили долги, так? Было. Значит, вы не только дочку свою врачам не показывали, вы ещё, собственно, и за коммуналку не платили. Копили долги. При этом, пройдя её пособие. Да, платили металл. А сколько этого пособия было? Пособие – тысяча. Но перед нами сейчас сидят здесь абсолютно дееспособные, физически нормальные люди, которые могут работать. Я тоже, я уже хоть молодой. Вот если человек хочет работать, он находит себе работу. Артём, а по поводу работы. А чем вы зарабатываете на жизнь? Я работал в Казятине, убирал по городу мусор. Я тоже, я не ведуся, кто мусор убирал Артём. Скажите, вопрос. Я работы не стыдусь никакой. Нет, вот вы продадите почку, вы станете инвалидом. Ведь вы не думали о том, что вы потом практически вообще не сможете найти работу для того, чтобы погашать кредит и кормить вашу семью. И поддерживать своё здоровье не забывайте. Вы же будете инвалидом. Как вы будете жить, если вы не сможете работать? Ну, я к ней сможу, буду стараться, стремиться до того, чтобы можно. Вы понимаете, Артём, вы не понимаете очевидных вещей. У вас физическая работа. Вот очевидных вещей. Значит, вам вырезают, к примеру, вырезают почку. Ваше здоровье ухудшается. То есть вы уже не тот Артём, не тот крепкий Артём, который сейчас сидит вот здесь на диване, который способен гору свернуть ради своей любимой. Это уже другой Артём, у которого, как сказал наш уважаемый доктор Уролог, пошатнулось здоровье, у него уже начинаются проблемы с одной-единственной оставшейся почкой, потому что весь объём ложится только на неё. У вас уже нет сил. Нельзя физические нагрузки. У вас, да, физические нагрузки тоже у вас уже заметно ограничены. А если вы это не ограничиваете, то в один день вы умираете. Не приведи Господь. Не приведи Господь. И Ира вообще остаётся одна. С родителями, которые живут на её шее сейчас, на её пособие. Вы понимаете, что вы сейчас только усложняете всю эту ситуацию? Вы её делаете безысходнее. Вы понимаете это? А может быть, вот это вот какое-то упрямое желание Артёма вырезать и продать свою почку, это как раз желание расплатиться с кредитами и, собственно, заработать денег для того, чтобы действительно пожить хорошо? Как вы полагаете? Нет, я не думаю. Хотя были такие мысли, допускала, но я думаю, всё-таки это не так. Татьяна? Я считаю, что это вполне запросто может быть, потому что уже выясняется, что и кредит есть, и не 3 тысячи, а 13 тысяч, и какие-то потребности к каким-то лучшим качествам, а при этом ничего не происходит. Артём, скажите, пожалуйста, если завтра выяснится, что для решения вашего вопроса полностью с Ириной, дай бог она будет здоровая, потребуется от 3 до 5 тысяч долларов, у вас ещё останется значительная сумма, да? Вы уже думали, как бы вы распорядились? Вот у вас осталось ещё 20 тысяч. Мы хотим с ней отдельно жить. Вы уже об этом думали, правильно? Я уже знаю, про это думали, да. У нас нема такого, что там в хоромах жить, знаете, самый дешёвый домик, ну, чтобы он был наш. Это же личный вопрос, я понимаю. То есть вы уже думали о том? Отдельно. Тогда изначальная ваша потребность в продаже почки является ли операция или всё-таки изначально, первичная? Потребность была? Цель продажи почки была только лишь помощь Ирине? Цель продажи почки мы сразу операцию, до операции, после операции, чтобы все затрати были. А потом мы уже с ней решали, хотели себе купить хоть что-то, чтобы жить отдельно. Скажите, а чего вы взяли, что вам этих денег хватит на операцию? Допустим, сказали, недостаточно денег, вот надо ещё одну операцию. Что вы будете делать? Ну, что-то будем решать. У меня трёх почки нет. Проблема, что вы умеете считать. Верите, что у меня было четыре почки? Я по четыре заразе не буду. Нет, я верю, но, к сожалению, у вас их две. Это проблема молодости и сучасности. То я хочу, я не буду трудиться. Да, завтра мне захотела дорога машина, я пойду заберу его у іншего. Это та сама проблема. Понимаете, для того, чтобы что-то сотримать, мы идем учиться в школу, потом поступаем в институт, зарабатываем какую-то профессию, стаем кимись, зарабатываем и купуем себе то, что мы можем. Это называется желание и реальность. Когда мы имеем желание, это здорово. Но реальность привносит свои коррективы. То, что сейчас я слышу, что есть какие-то фантазии, очень большие иллюзии, но которые не имеют под грунтой реальности. Как я живу такою жизнью, как до меня батько относился, что меня хотел заработать и в керницу кинуть. Что я 16 лет работаю, за 200 гривен делал в месяц. И я просто вижу, как батьки до нее относятся. Я не хочу так, чтобы до нее и батьки относились. А как я относился? А как вы относитесь? Ну, расскажите хоть правду. Ну, вы скажите, что я зять хороший. Хоть расскажите мне, как вы мне казались. Я не хочу туда в студии казаться. Я же могла, ты ее делала. А как вы до нее относитесь? А как я отношусь? Я ее люблю. А ты скажешь, как я отношусь? За месяц выпить почти 5 таблеток. Я говорю, я готова душу отдать за ней. Я как мати отношусь. А как тебе не стыдно? Друзья, вот это называется отыгрывание своей жизни. Подождите, нет минуты. А что вы хотите сказать? Как родители относятся к Ирре? Я все, я все. Расскажи. Ну, как до тебя относятся? Давай, вы лежите мне дві почки. Я дві почки віддам. Я как я отношусь? А как, что бьют? Так, стоп, стоп, стоп. Что делают родители? Тихо, тихо, тихо. Ира, что происходит? Мені что, со студии уйти? Я уйду. Нет. Тихо ухтів. Тихо не достаешь. Как вы мне вчера в цьому сказали в гостинице, что я вашей смерти хочу, что я вас на передачу притягну, что я это все затеял? Хочу, я під поезд піду прямо со студии. Я тебе це в очи казала. Притягнули, скажіть мені, пожалуйста. Чого? Чого, чого? Подождите, вы бьете дочь свою? Не била, за горло була, як схватила один раз, что она аж посиніла. Зачем? Синя, тут такого и цвету немає. Зачем она схватила? Я не хатала, не бреши. Не бреши? Повсе бачу, він судья вас. И не бреши. Тихо. Ира, Артем, подождите минуту. Ира, расскажите, пожалуйста, почему мама за горло схватила? Ну, скажи, це правда чи не правда? Чи я брешу це все? Було то тебе. А за что? Було і не раз. Іра. Як було? Я не хочу. Як було? Тихо, мій минуточка. Скажи, як було? Я ей казав, я їй в обіду не дам. Конечно, ти ж в обіду не дадеш. І що, ти почту продасеш? А скільки? З якої це времені ви на мене так розізлилися? Скажіть, пожалуйста. Коли я Ірі сказав, що оформляйся, гроші, щоб ти собі забирала. А ви мені що сказали? А чого я обізнаюся? У Київ ми заробили в Києві гроші і купили їй курточку. Це нормальне. Просто ти кажеш не емоції. Оте емоції. Черт, ну давай я буду улыбався. Ви едва вышли з автобуса, который вас сюди привез. Юрий, ви тож, кстати, скільки ви выпили сьогодні? Ви мене на кулинах встану перед... Глоточек, глоточек, глоточек. Так, глоточек. Ви біля. Вам ведь сейчас до записи, а врачи даже препарат вкололи, щоб ви хоча б смогли выйти сюди в студию. Ну-ка, я вам дам. Дай мені, я цей емоції. Мене нічого не кололи. Що? Мене не кололи. Как це? Нет, скільки ви выпили, вас спрашиваю. Скільки ви выпили? Меня не кололи. Все нормально? Ага. Як ви себе почуваєте? Вода іще. Я ж не п'я. Ви? Ой, боже. У мене на родині ми оттуда уїхали, бо скандали постоянно з батьком. Думав, приїду сюди, думаю, боже, хоч отдихну от цього всього. А тут ще хуже. У мене тільки один вопрос. Артем, ну не дай Бог, що-то произойдет, а це може произойти. Ви видіте, з кем вона останеться, а? Подумайте об этом, я вас дуже прошу. Вірите, мені вдома будуть вирвані годи. Ви знаєте, Артем, ви тільки що сказали, як мені здається, дуже ключову фразу. Ви сказали, що вас ображав батько, і ви не могли захищатися, наскільки я вас почула. Так, та він бив мене і кабелями, от антени, от такими. Скажіть, будь ласка, зараз те, що ви робите, ви намагаєтеся захистити від батьків те, що ви не змогли зробити? Я хочу зробити, щоб вона була нормальна, та і все. Ви чуєте, що ви зараз говорите насправді? Тобто ви намагаєтеся програти ту історію, яку, на жаль, ви вже не зможете повернути? Так, думайте на це. Ітак, Артем решил продати почку для того, щоб заработати гроші на лечення любимой. Пересадка цього органа повлечет за собою смерть. Знаєте, як людину любиш, то можна і через наші закони переступитися. В операции і Артем, і Іра узнали із телевидення. У мене появилась надія. Іра ж даже обслідований никакого не прошла. Ми не помні, як ця кліника звалася. Родители Ірины поддержали решение парня продати свій орган. Але при цьому не помні, як доводили свою дочку к врачу в последний раз. Я дура, я тебе нормально. На, лоточок пробивай. Однак, що покажуть результаты медицинського обслідовання, которые ми провели для Ірины? Почему в больницу нам пришлось везти і самого Артема? Какую часть своего тела продал человек, который сейчас в эти минуты наблюдает за Артемом и за його невестой из нашей тайной комнаты? І пожалел ли он однажды о своем решении? Сейчас здесь появится женщина, которая знает истинную причину того, почему Артем переехал к Ірине. І це не любовь. Во всяком случае, как утверждает эта женщина, она так говорила еще до записи, чувства у Артема при переезде были только на третьем месте. Встречайте, пожалуйста, Светлану, маму Артема. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас, садитесь. Светлана, почему Артем переехал к Ірине? Почему? Ну, когда у нас возникла проблема в семье, с мужем, вот, когда муж начал прогонять нас из дому, когда он узнал, что у меня дети больные, у нас просто выхода не было. Я не знала, куда мне ехать. Он сказал, что поедем к девочке. Внимание на экран. Переехавши з Миколаєва, Светлана с дочкой оселились неподалеку від Артема, у сусідньому селі. Женка досі не може забути, как утекала от чоловека-тирана. Смотаться, чтобы не приехал пьяный и не вгробил меня. Он мне сказал, что ты выйдешь только вперед ногами. Но после переезда Светлану спиткало еще одно пробование. Это встреча с потенциальной невесткой. Я сыну сказала, что тебе такое горько, хіба у нас мало своего? Это было не все. Артем узнався, на что готовый заради коханої. Светлана слезно просила не делать этого, потому что он сам потребует помощи. А куда ушел на Артем? Не знаю. Надо до конца довести, это по-отому. Что он вам сказал? Он обиделся на что-то? Сказал, обидел. Больше ничего не сказал? Давай, давай. Подожди, сходи. Тут врач стоит, вот здесь рядом, мальчик. Вот на этом ходе, за тебя. Так чем болен ваш сын? Что с ним не так? У нас начались проблемы со здоровьем. Может, это было сразу на нервной почве. Я не знаю. Но у него открылась щитовидка. Начался он задыхаться. Были очень тяжелые два приступа. Он умирал на моих глазах. Задыхался. Вот. И врач проверил и сказал, у него сердечная недостаточность. Можешь? И сказали, что ему еще не подходит климат. У нас суховатый климат на Николаеве. И ему сказал врач, надо более-менее мягкий климат, влажный. Вот мы и приехали на Виннис. Так получается, что здоровье у Артема не важнецкое? Не важнецкое. То есть он ведь может не перенести эту операцию? Я против. Я против, категорически против операции. Против. Я не хочу. У меня сын один. И я не хочу его в гробке. Вот, спасибо. А что вы сказали тогда Артему, когда узнали о том, что он готов вырезать почку? Ему объяснять что-то, и это бесполезно. Но вы пытаетесь? Если он видит в этом выход, но я в этом выход не вижу. Потому что мне и объяснили, и я много читаю в интернете, что этот шаг может быть последним. Я хочу вам сказать одну такую вещь. Я лично принесла две клинические смерти во время операции. То есть, когда сердце болит у человека, операцию вообще нельзя делать. Потому что можно действительно умереть. Мы отвезли Артема к медикам для того, чтобы определить реальное состояние здоровья Артема. Врач уже сделал свое заключение. Но об этом все-таки немного позднее. Здесь, в этой программе. Уважаемые эксперты. Значит, если у человека больное сердце и проблемы с щитовидкой, Татьяна, то... Ему противопоказано быть донором. Он не может. То есть, уже сейчас со стопроцентной уверенностью можно говорить, что эта операция станет для Артема смертью. Повлечет последствия. Смертью. Ситуация может привести к летальному исходу. Как вариант, да. Либо же утяжелению состояния жизни, либо же ухудшение его основных показателей. Все может произойти. Но привести к смерти вполне может. К операции будет определенное противопоказание. Его просто, если это квалифицированные врачи, честные, они его не возьмут. То есть, мы можем предположить, что если Артем уедет туда, на эту операцию, то он даже может не вернуться. В том смысле, его там могут просто похоронить даже как безымянного. Если это будут черные трансплантологи, например. Разобрать на органы. Они помимо этого еще и другие органы. Разобрать на органы, да. Нашу журналистку, которая выдала себя за потенциального донора, попросили пройти медицинское обследование. В первую очередь. Вообще, вопрос состояния здоровья был первым, который задал вот тот самый посредник по телефону. Давайте-ка обратим внимание на экран. Приехал мужчина, который до приезда его к нам перенес обширный инфаркт. Я не знаю, на что рассчитывал. Честно, он бы не перенес этого наркоза. Он умер бы в первые 10 минут. То же самое Турцию возьмет такого. То есть ту же самую Турцию возьмут человека, который недавно перенес инфаркт для того, чтобы разобрать его на запчасти и буквально растворить, где-то похоронив в безымянной могиле. Так? Верно. Совершенно верно. Верно, да. Это черный рынок. Им даже выгоднее взять такого человека, выгоднее, и по финансовым ресурсам, и по ответственности. Они диагноз инфаркт поставят смерть. Потратив деньги только на авиабилет и на, может быть, одну-две ночи в отеле. Совершенно верно. Совершенно верно. Да, люди пропадают без вести. Это там они все, на органах. Также наш журналист отправил свои результаты медицинского обследования посреднику. И в течение нескольких дней моей коллеге пообещали найти того самого рецепиента, то есть человека, который купит эти самые органы, которому эти органы будут пересаживать. И только тогда, когда этот человек найдется, посредник согласится уже навстречу, глаза в глаза, для того, чтобы обговаривать все возможные подробности этой сделки. В этом черном бизнесе они все-таки ведут себя очень осторожно. Однако в то же время по телефону они охотно отвечают на все вопросы. Причем, а это вот свет уже к вам. Таким, знаете, как мне показалось, абсолютно спокойным голосом. То есть, если у человека есть какая-то тревога, то этот спокойно нарочитый голос должен как бы, так знаете, успокоить, расслабить и все-таки убедить человека в необходимости этого решения. Давайте сейчас посмотрим, а потом я с вами обязательно поговорю. Будьте добры. Данная реципиента будет готовиться к этому исследованию и к самой пересадке. Для них это финансирование всего процесса в целом, в котором замешано 18 человек. То есть, это гонорары. ПАЖ, двух бригад хирургов, более высокопославленных людей, которые занимаются организацией. С них эта сумма огромнейшая. Это в пределах 250 тысяч евро. И такие перечисления начинаются примерно за 10 дней до начала всего-всего-всего. То есть, начало медоцидования, потому что заканчивается медоцидование и через сутки самопересадка. Единственное, что я могу сказать, что это национальный институт хиллопе и трансплантологии имени Шалимова. Известное заведение. Уважаемые эксперты, давайте сначала о Тоне, это во-первых, а во-вторых, вот этом об известнейшем институте имени Шалимова. О Тоне сначала, Свет. Я слушала до передачи эту запись и составила такой психологический портрет, каким должен быть этот посредник, для того, чтобы понимать, с кем вы можете столкнуться. Значит, это человек 100% экстраверт. Это человек, который способен очень хорошо вести переговоры. Это может быть человек, который любит, чтобы вокруг него все кружилось. Он, самое главное, он делает важную работу. И это слышно даже немножко в голосе, когда она говорит, немножечко так, придавая такую важность своей должности. Естественно, это общие характеристики. Это стрессоустойчивость, хорошая интуиция. Человек должен сразу понимать, с кем разговаривает, гипнозом обладать. Естественно, обладает талантом убеждения. Потому что в разговоре она очень много встраивает убедительные такие фразы, которые человек повторяет и принимает, как будто это за свое собственное решение. Да? Правильно? Да? Конечно. Подтверждающе. Я бы, вы знаете, на что звернула увагу? Вот, когда эта женщина говорила, «Найважливее, она сразу дала відчути, дуже багато людей вами займается. Что ты не один, все это доброе. Потому что она выкликает доверие. То есть, когда хворый пьет к лекарю, когда он ему доверяет. И, то есть, все было сделано на то, чтобы эта тревога, бдительность, вот эту прибрати. А вот, а теперь перейдем к врачам. И обратим внимание на этот институт имени Шалимова, о котором сказал вот этот вот посредник. Давайте-ка обратим внимание на экран. П'ять років тому Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова опинився у центрі гучного скандалу. Лекарі столичного института имени Шалимова поставили пересуду. Троє співробітників цього закладу потрапили під слідство. Їх підозрювали у незаконних операціях із пересадки органів і торгівлі людьми. За информацией правоохоронців, ці медики входили до складу злочинного угруповання, на чолі якого стояв громадянин Израилю. Операції начебто проводили як в Інституті Шалімова, так і в клініках Азербайджану, Еквадору та Косово. За даними слідства, тоді прибуток чорних трансплантологів становив близько 50 мільйонів доларів. Лише в одного з фігурантів у цій справі під час обшуків знайшли близько 200 тисяч доларів. Після двох років, проведених у СІЗО, підозрюваних у чорній трансплантології відпустили, а справу закрили за скиншенням строку давності. Відповідь були, Оксана, ці скандали з Шалімовським інститутом? Звісно, інститут Шалімова нашумівший в чорних трансплантологах. І програми багато були, де участвували прямо ці доктора, які випустили вже. Але я вам скажу, що єдинний інститут, котрому доверять, котрій на слуху у чоловіка, це Шалімова. Відповідь в інтернет, прочитаєш, знаєш про нього, які доктора работають, то есть вызвати доверію у чоловіка. Саме головне – це вызвати у чоловіка доверію. Але ми теж приглашали представителю інститута імени Шалімова к нам на програму. Ми відправляли їм запрос. І для підтвердження, от, смачте-ка, сняли це відео, як, собственно, пишем цей запрос, відправляємо його. Але нам отказали. І представителю інституту Шалімова сьогодні нет в цій студії. А так, хотілося б їх видіти. У Артема, який розправляючи почку для спасення невесты, проблеми со здоров'ем, с сердцем і щитовідкій. Але хто в смертельной опасності все-таки – сам Артем ілі ж його дівшка Ірина? Об цьому нам вскоре скажуть врачі, які провели комплексне обслідовування наших головних героїв. У них вже достаточно багато потрачено денег, відказатися вони не можуть. Вас пустять на куски. Я з групою донорів вже із України вилетел туди. Вас закопають в безымянній могилі. А кой смысл йому вкладати в вас деньги, хочуть копеечку? Которую більше ніколи в своїй жизни исправити вони, к сожалению, не змогут. Ви цього хочете, Артем? Двадцять з половиною. Так. І будете говорити вже, він зведе, і будете самі балакати. А кой смысл йому вкладати в вас деньги, хочуть копеечку? Ви сами подумайте логически. Здесь що-то, це обман. Вас хочуть просто обмануть, і, можливо, впустити на орган, і просто я вам говорю. Нет, Алексей, тут почему Болгарія, Турція? В зависимости от медицинського заключення. Якщо чоловік болен сильно, то йде в Турцію. І в Турцію билет, якщо я розумію, в один конец. Ну, пока да. Неизвестно ж, коли вернется. Да. Потому що вряд ли оттуда живим ви вернетесь. Ну, це факт. Ми вам об этом сейчас должны говорити в глаза. Знаєте, без попыток смягчити ситуацию. Вас пустять на куски. Вас так же, как тушу говяжью, на рынке разрежуть, на суп-продукты і продадуть. А вас, а вас закопають в безымянной могиле. Понимаєте? Ніхто не найдет, і ніхто нічого нікому не докажет. Ось дуже обидно і печально буде. Серьезно. Тому що точно такі жі вещи, точно такі жі обіщання дають всім, хто хоче продати свій орган. Тому що речі йде дійсно о больших деньгах. Але то, що происходит с донором, на самом деле, це пугає, це шокує, це просто наводить ужас. Человек, который записав обращение к вам лично, Артем, он когда-то занимался продажей органов. І він не понаслышці знає, як работает этот бізнес. Це бізнес. Ви готовы услышати, що вас ждет, якщо ви все-таки решитись вирізати себе свою почку? Готовы? Внимання на екран. В 2010-м году в соцсетях я увидел объявление о помощі продать почку. В дальнішем я связался с человеком по этому объявлению і продав свою почку. Приблизительно через неделю после операции він мені перезвонив і предложив работать с ним. Я согласився. В місяць приблизительно по 400-500 чоловік звонило і предлагало свої почки. Мої обязанності входило сопровождення доноров по частним кліникам, господарствам, а також в аеропорты в інших машинах. Обедали вони в ресторанах. Те люди, які їх сопровождали непосредственно в Турції говорили им то, що на них уже достаточно багато потрачено денег і відмовляються вони не можуть. Також вони аргументировали ще тим, що продавав свої почки вони також нарушають закон України і якщо вони відмовляться, то по прилету в Україну назад їх задержат милиція. І я сам і ті донори, з котрими я до сих пор общаюсь, дуже плохо себя чувствую і жалею о том, що вони когда-то согласились на предложення продати свою почку. значить чоловіка загоняють просто в угол, не давая возможности отступити назад і просто уехати. Я сейчас хочу познакомити вас з моєю колегою, який проявив просто чудеса мужества. Он решил пройти весь этот путь, путь донора, который едет туда для того, чтобы продать один из своих органов. андрей, ви теж зв'язувались з посередником сначала. Вот ваш герой, непосередственно, который только давал интервью, я його хорошо знаю, мы с ним связались через интернет, потом начали общаться так, і я попросил його внедрити мене непосередственно в эту организацию, для того, чтобы я с групою доноров уже из Украины вылетел туда. Цель была журналистського расследования, он согласился, и мы на протяжении двух недель действительно проходили все анализы, я встречался со всеми представителями, и вот вы говорите, какой портрет этого человека, на самом деле большинство тех, кто вовлекает в то, чтобы люди продавали свои органы, это люди, которые уже его продали, просто им предложили работать и получать с этого процента, поэтому это как сетевой маркетинг получился, и люди, с которыми я встретился, которые непосредственно меня вербовали, они тоже были когда-то донорами, и там могут поприседать, поотжиматься, сказать, вот смотри, как я себя хорошо чувствую. Значит, вы чего хотели продать? Почку. Вы проходили обследование. Да, мы в Киеве прошли обследование, сначала мы пошли сдали анализы крови, а потом в военный госпиталь на УЗИ. Вы были здоровы, вам дали хорошее заключение? смотрите, ситуация в чем, что когда мы проверили мои почки, оказалось, что в них есть соль, а для того, чтобы проводить операцию, соли не должно быть. Они мне выписали препарат, но в то же время медврач, который мне писал заключение, пошла на преступление и сказала, что у меня нет этих солей, только для того, чтобы меня как можно скорее туда отправить. То есть получается, что в принципе режут всех подряд, и только потом смотрят, когда вскрывают, а годится ли этот орган для пересадки. Так значит, вы поехали туда, полетели. А куда именно? В Турцию. В Турцию. И что там было? В том, что когда пролетают люди, я вам расскажу секрет, надо знать пароль, потому что люди летят без сумок. То есть, ну, у человека спросят, какая ваша цель визита, он же может ответить, и что еду продавать свою почку. Для этого едет старший группа, от него нельзя никуда отходить, он ведет все переговоры, и нам сказали, что если вас будут на границе задерживать пограничники, нужно сказать, что вы едете в гостиницу, не знаю, могу ли я ее называть, но в общем, это и было тем паролем, потому что в эту гостиницу, название гостиницы, что мы едем работать, потом это была, оказалось, пятизвездочная гостиница. Вот давайте посмотрим, в каких сутках вы жили, вы же все снимали. Добавьте добро, внимание на экран. Это мережа готелей видома в усьому свете. Номери за 200-300 доларів на добу. Саме тут донори чекають на операцию. Підлога з мармору, люстра за вишки метрів 20, сяє, наче новорічна ялинка. Очи донорів засліплюють ліфти в позолоті. Роскіш – это главное за рахунок, чого им вдаётся переконувати, психологично впливать на людей, которые приезжают из Украины, у которых даже там несколько гривен нет для того, чтобы прожить. Дубовый стил и чималое кресло. Кімнату прикрашает величезный плазмовый телевизор. Телефон есть даже в туалете. Но не появляется ощущение, что в роскішном готеле мы, как в золотой клетке. Артем, вы в такие условия хотите попасть? Ну, не в такие, конечно. Ну, хотелось бы. Так и сколько там обычно вот в этих отелях проводится времени перед операцией? Ну, порядка недели. Может быть и дольше, если, например, есть сложности с рецепиентом, и он по какой-то причине поздно приехал или ещё что-то. Его, кстати, селят в эту же гостиницу, и потом ещё вместе ходите по ресторанам, он покупает тебе красивые вещи. Для чего? Для того, чтобы потом обойти этическую комиссию, на которой будут проверять, родственник ты его или не родственник. То есть это ещё как бы следующий этап, когда уже прошло знакомство внутри самой гостиницы. То есть работает целая организация, которая не просто обеспечивает перелёт туда, но и всё законодательство. Так, каким образом обойти, для того, чтобы человек, который прилетел с арабских каких-то стран, и украинец, который в жизни даже нигде не был, они окажутся родственниками. И эти все документы спокойно подделываются. Мы это всё доказали, показали. Скажите, а вот сообщается ли, кто должен оперировать вообще? Каков период реабилитации после этой операции? Три дня после операции деньги можно забрать там, перечислив на карточку, или можно перевезти с собой, только уже они сами говорят, это ваша ответственность, каким образом вы их перевезёте через границу. А если вот вы туда прилетели, к примеру, пожили день-два в отеле, и говорите, нет, я передумал. Я вот с этим человеком, который у вас был на экране, обсуждал этот вариант. Дело в том, что затрачены ресурсы на то, чтобы люди поехали. Раньше, как они работали, они брали людей, привозили, люди отказывались, уезжали, но по сути, это трата денег. Потом, уже после скандала с институтом Шалимова, поскольку эта группировка работала и там, я этих людей непосредственно потом узнал, что они там были, было запрещено. То есть все паспортные данные забирались, и убрали документов. И когда я уже убегал, то мне пришлось ехать на машине в другой город, потому что меня искали по аэропорту местному, который там был. А, вы все-таки бежали. Конечно. Внимание на экран. Молодец, пошел. Супер. Час зискочить из гачка. Поки Гена, сусідней комнатой, на туалетном папере пишу прощального листа. Нехай думают, что я злякался. Я маю пять хвилин для того, чтобы забрати свои речи и втекти с готелю. Деякі из них навмисно залишаю в номере, чтобы у сусідей не сникла иллюзия, что я повернусь. Это позволит выиграть немного времени. Я надеюсь, что записку они увидят не сразу. ТЕЛЕФОННЫЙ ПОЛИЦІЙ ПОЛИЦІЇ Как человек разместил объявление в интернете, с ним связывается посредник. Именно посредник и ищет хирурга, который готов сделать эту операцию. Потом потенциального донора отправляют на медицинское обследование. И даже если результаты анализа не совсем хорошие, торговцы человеческими органами идут на то, чтобы подделать документы и всё-таки переправить человека за границу для этой операции, ну или оставить его здесь, потому что бывали случаи, когда, собственно, эти операции проходили в Украине. Желающему продать орган оплачивают проезд, проживание, сопровождают буквально до операции, потом гарантируют ещё три дня после реабилитационного периода. Потом выдают деньги и гуляй, если, конечно, выжил. Однако обратной дороги нет с того момента, когда человек пришёл в аэропорт, сел в самолёт и долетел до пункта назначения, поселился в отеле. Всё. Слишком много денег на тебя потрачено. Тогда только бегство. Вот Андрей выпутался из этой истории, своего журналистского расследования, бегством. Однако мы можем только предполагать, каких нервов, эмоций и волнений ему это стоило, потому что его искали по всему аэропорту. Итак, что Артёму скажет тот человек, который однажды решился продать свой орган? Не пожалел ли он? И чья жизнь на самом деле сейчас находится под угрозой? Они выживают с таким захвориванием. Мне очень сильно повезло, что я хотя бы остался живым. Вас могли бы там убить? Вы там никто, вы в чужой стране. Дуже сильным спиралоподибным накручением тел-хорректив. Вообще, Ире, сейчас нужна операция? Меня так же обработали, как и всех остальных. 50 тысяч евро. Вы бы согласились? Итак, я сейчас хотел бы вас познакомить с человеком, который всё это время сидел в нашей тайной комнате и наблюдал за происходящим здесь. Он внимательно слушал вас, Артём, ваше мнение, ваши какие-то доводы и вашу философию. Здравствуйте! Вы слышите студию? Здравствуйте! Да, я слышу студию. Вы очень долго решались к нам прийти и, конечно же, попросили не называть вас настоящим именем. Как я могу к вам обращаться? Глупец. Глупец? Так. Это связано с вашим решением? Это связано с моим поступком. Что вы, кстати, тогда продали? Почку. Если бы вам сейчас за ту самую почку предложили 50 тысяч евро, вы бы согласились? Конечно, нет. Это глупый поступок, необдуманный. Тебе, Артём, ни в коем случае не поступать так, как поступил я. Ты пожалеешь, ты делаешь это всё ради жизни, но на самом-то деле ты только поглубишь себя, свою любимую, если ты в действительности искренне любишь её, и мать. Так что, облагоразумцы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ему как один такой. А журналистское расследование парня, ему замужество надо было. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы попросили называть себя глупцом, но я не решаюсь всё-таки, тем не менее. А как бы были последствия для вас вот этого вот глупого, как вы говорите, решения? Из здорового человека сделать инвалидом. Когда наступили эти первые последствия? Да сразу же. В общем, это ужасно. Вас так же уговаривали и вас так же поместили просто в роскошные условия? Меня так же обработали, как и всех остальных доноров. Вы тогда не задумывались над последствиями? Ну нет. Почему тогда вы решили продать свою почку? Необходимость была финансовая. Оставить семью без крыши. Была такая вероятность и очень велика. Вам нужно было дать деньги, кредит? Да. К сожалению, я лишился почки и лишились квартиры. То есть, подождите, вам не заплатили денег? Всё построено на обмане. Мне очень сильно повезло, что я хотя бы остался живым. То есть, вас могли бы там убить? Вы всё об этом уже сказали в студии. Мне повезло. Вы это всё прошли и вы это всё прочувствовали. что он сделает из себя неполноценного человека. Он не сможет потом ни помогать, ни своей любимой, ни своей матери. И в первую очередь себе он не поможет. Нельзя себя калечить. Руки есть, ноги есть, голова есть. Работай, если любишь. Вы что-то хотите спросить? Нет? Нет. Неужели вы не усомнились в своём решении сегодня? Нет? Я работала с сестрой милосердия много лет. Я ухаживала за больными людьми, очень тяжёлыми, лежачими больными. Эти люди никому не нужны. И своим родственникам, никому. Это страшно, когда человек не может или пописать, или сходить в туалет, или покушать, или говорить, или ходить, или ещё что-то. Это очень страшно. А вы ещё молодой, всё-таки подумайте. Секунду. Артём, а вы услышали, что человек вам сказал? С ним не рассчитались. То есть, вы сейчас полетите. Я правильно понял? А с вами не рассчитались? Не рассчитались, нет. Нет, не рассчитались. Вы этого хотите, Артём? Тогда смысл этого всего. Так а смысл тогда этого всего? Совершенно верно. Амонти, у вас нету. У вас нету крыши. Куда вы пойдёте обращаться? Вы там никто. Вы в чужой стране. Вы никто. Звать вас никак. Вот представьте ситуацию. Представьте. Вы очнулись после операции. Всё хорошо, да? И потом, когда вы пришли в себя, уже жизнь прекрасна. Вы спрашиваете у ваших благодетелей. Друзья, а где же деньги-то? Вот. А вам мило улыбаются, говорят, вот-вот, всё будет, всё окей, всё ещё чуть-чуть. Подождите, подождите. Я думаю, что Артёму нужна психологическая поддержка просто для того, чтобы разобраться в истинной причине, зачем вы это делаете. Артём, самое страшное, что там вы будете подписывать... Похоже, что для вас что-то важнее, чем деньги. Что там вы будете подписывать документы на чужом языке. Артём, Артём, вы там подпишите документы на чужом языке. Результатом чего может быть проблемы потом в стране здесь? С правоохранительными органами. Даже если с вами рассчитаются. Послушайте, но сейчас настал тот самый момент, когда мы можем ответить на вопрос, а вообще возможно ли эта операция для Артёма? Нужно ли хирургическое вмешательство для Ирины? Мы отвезли наших героев на медицинское обследование. Похоже, первое за долгие годы их жизни. Давайте узнаем результаты. Оксана, выходите, пожалуйста. Прошу вас. Здравствуйте. Вы готовы слышать результаты исследования? Оксана, так что всё-таки показало обследование, насколько сложна болезнь ситуации у Ирины? Да, я как раз пришла с большой шпаргалкой. Здесь у меня медицинская биография вашей дочери. Ясно. Ирина родилась инвалидом из детства. Ей было сразу поставлено вроджена гипотрофия. Это недостатность массы тела, которая вызвала патологию вагитности. Это может быть алкоголизм, корение, это может быть инфекционные заболевания. И сразу поставили перинатальную энцефалопатию. Это проблемы с головным мозгом и, власне, поддержка психомоторного развития. Не встигла Ирина вирости до одного ручка и четырех месяцев, как в ней уже были поставлены очень серьезные диагнозы, которые фактически смертельными. Я очень удивляю, что Ирина выжила. Ирина имела гипотрофию третьего ступени. Практически 80% детей не выживают с таким заболеванием. И на фоне этого в ней был еще иерархит третьего ступени. Это важная патология хребта, урожение грудной клетки, что и привело до того состояния, в котором она сейчас находится. Целый букет болезней. И одна сенсационно интересная вещь. Возвращается, Ирина в четыре ручки перенесла в киевском институте сердечно-судинной хирургии. Увага! С приводу выдаления инородного тела сердца обрыв катетера. Мне очень интересно, как это стало. Голка ишла до сердца и остановилась. У меня нет слов. И в ней была правосторонняя пневмония. И вы знаете, что в эти четыре ручки эта дитина перенесла ветрянную виску паротип краснуху кир и в ней было выявлено беженок островок. Это все самый рік. Я просто не знаю, насколько в ней эта жизненная энергия, как она это все перенесла. Иринка, ты можешь жить, потому что столько, сколько ты пережила. Так, паня Оксана, смотрите, прежде чем вы ответите на самый главный вопрос, а нужна ли действительно операция, поможет ли она, собственно, давайте узнаем о состоянии здоровья Артема. Внимание на экран. Железа у Артема Ивановича не изменена практически, она не увеличена и нормальная плотность. Единственное, что маленькое включение в правой доле, которое может быть как фолликулом каким-то маленьким или маленьким узлом. Исследование показало, что у молодого человека практически здоровое сердце. Поскольку основная функция почек, одна из основных функций почек, это поддержание нормального артериального давления. Если остается одна единственная почка и она работает с перегрузкой, это может со временем вызвать повышение артериального давления гипертоническую болезнь. Итак, врачи сказали, что в принципе сердце более-менее здоровое. Однако, самый главный вопрос, можно ли спасти Иру? очень интересный факт. Ирин, 14 лет поставили неправильный диагноз с синдромом Марфана. Эта не соответствует ее состоянию, я категорично против. У нас есть подозра на моркио. Это генетическая хвороба, которая возникает спонтанно. В связи с резким вкорочением тулуба и выдвижением кинцовок с деформацией грудной клетки. И эта хвороба моркио, которая сбеглась нам за всеми внешними ознаками, как раз предпочитает низкий рост. При этой хворобе люди вырастают до метра 52 сантиметров с половиной. Как вы сказали, болезнь? Моркио. Что же это такое? Давайте обратим внимание на экран. Хвороба моркио, генетическое захворювание, которое проявляется у детей с дворечного віку. Спочатку починає деформуватися хребет, особливо грудна клітка. Людині стає тяжко дихати. Потім хвороба руйнує м'язи та суглоби. Починає розвиватися глухота, псуються зуби. На пізніх стадіях виникають проблеми із серцево-судинною системою. У більшості випадків люди з хворобою моркио доживають лише до 20 років. На жаль, лікування від цієї недуги поки що не існує. Артем хоче продати свою почку для того, щоб зароботити таким образом на операцію своєї Іри. А взагалі Ірі зараз потрібна операція? Рост Іри метр тридцять п'ять. Цей ріст відповідає десяти одинадцяти річні дитині. Вага Іри 27 кілограм. Це вага восьмирічної дитини. Довжина хребта 33 сантиметри. Це довжина хребта шестирічної дитини. На обстеженні виявили, що Ірина має первинну амінорею. Це відсутність менструації. Дівчині 19 років. Вона ще ні разу не зверталась до гінеколога. Я так зрозуміла, батьків це не тривожить. Але їй грозить бездітність. Іринці необхідно серйозне лікування в таких фахівців, як генетик, невропатолог, хірург, ендокринолог, кардіолог, гастроентеролог, уколіст, стоматолог, терапевт і пульмонолог. І, власне, про операцію мова не йде, тому що ні один хірург, ну, напевно, хірург не тільки в Україні, а й за кордоном не візьметься за таку патологію, оскільки вона надзвичайно важка. Так, подождите-ка, то есть, значит, Ірі не нужна нікакая операція? Вона просто її не перенесла. Да. То есть, не надо лажитися під нож сейчас і вирізати почку. Артему-то. Артем, живіть в злагоді, в любові, будь ангелом-хоронителем, і виріз. Ви не могли раніше дитину вилічити, га? Що? Мені не стидно, вірите? Мені не капельки не стидно, я нічого не стидаюсь. Вам не стидно, що за 15, за 18 років нічого не зробити. Ти услышав, що здесь уже проблема не в тебе, не в твоїй почці, а що вона її не вирішить операцію, твоя дівушка. Тобто ніхто, ніхто, ніхто врач не візьметься зробити. Справа в тому, що градус сколіотичного викривлення хребта Ірини не змог, не змог виміряти лікар-рентгенолог, оскільки рентген, не зміг показати цей градус зв'язку дуже сильним спіралеподібним накрученням тіл хребців. Це змогли зробити ми вручну спеціальним кіфосколіозометром, який може без рентгенобстеження зробити. Увага, градус 121 градус викривлення хребта. При тому, що покази до оперативного втручання в сучасній медичній практиці починаються з 40-50 градусів. Це сколіоз 5 ступеню, а всього їх 4. Ви знаєте, що ніякій оперції вже не треба, і почку не треба вирізати. Ви це поняли? Поняв. Поняв. Все, ми це оставили, да, цю затею? Ви від її оставили, цю затею? Да, да. Так. Іскринен сейчас, Светлана Артем, в своєму відповіді був. Да. Іскринен. Ми зв'язалися з одним благотворительним центром, який знаходиться в Винницькій області. Центр помогає людям, у которых проблеми, позвоночникам. Вони согласились помочь Ире. Вони оставили нам свои контакты. Ви получите эти контакты, звоните, і ці люди зроблять все возможное. То, що можна сейчас. Спасибо. Ну, давайте так, все-таки, ви даєте нам здесь слово, що ви будете беріть себе. Беріть себе для Іры, тому що ви її єдинственна опора і надежда. Понимаєте? Артем, ви знаєте, я хочу сказати, що у вас є дуже багато насправді. Те, що ви не зможете ні продати, ні купити, це любов. Ви знайшли один одного. І це те, що дається від Бога. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня ми рассказали вам сразу несколько историй, в тому числе истории людей, которые однажды совершили большую глупость, которую больше никогда в своей жизни исправити вони, к сожалению, не змогут. Об этом говорит Україна, об этом сегодня не могли молчать і ми. Спасибо, що ви с нами. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ